В Центре соцзащиты Ленинского района обед совместили с собранием трудового коллектива. Специалисты внутригородских районов при участии волонтеров рассказывают о пространствах, которые претендуют на благоустройство в 2023 году в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. В перечень претендентов на благоустройство вошло топ-20 общественных территорий. Это скверы, парки и бульвары, которые, по мнению горожан, нуждаются в обновлении. Принять участие в голосовании может любой житель Самары, которому исполнилось 14 лет. Подает пример активной жизненной позиции молодежи старшее поколение. В каком городе мы будем жить, зависит от каждого жителя Самары, отмечает Альбина Карпова. Помогают голосовать самарцам волонтеры. В праздничные дня они работают в парках, скверах, торговых центрах, домах культуры и других общественных местах. В помощь мобильный телефон, а дальше дело техники. Для того, чтобы голосовать, нужно свой номер телефона продиктовать нам. Мы вводим в программу, поступает звонок от робота для того, чтобы получить код авторизации. И уже выбираем саму территорию, за которую хочется проголосовать. И нажимаем «Да, проголосовать», и голос будет учтен. Работников предприятий, организаций и учреждений областной столицы, информируют о территориях претендентах на благоустройство и способах голосования, показывая дизайн-проект объектов на собраниях трудовых коллективов. Например, в Ленинском районе на пересечении Фрунзе и Вилоновской на благоустройство претендует сквер имени Петра Монастырского. Режиссер отработал в Самарском драмтеатре 40 лет. Согласно дизайн-проекту, в сквере могут появиться новые малые архитектурные формы, скамейки, урны в едином стиле – газоны и цветники. Обновят тротуарные дорожки, появится освещение. Замечательный человек, замечательная территория, самое сердце города. Поэтому с большим удовольствием мы откликнулись на призыв по голосованию. Цель наша общая – сделать наш город как можно краше. Мы его все очень любим, и поэтому с большим удовольствием участвуем в этой программе. Голосование продлится до 30 мая. Отдать свой голос можно на сайте 63.городсреда.ру, авторизовавшись через свою учетную запись на госуслугах, а также на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.